Здравствуйте! Вас приветствует Воробинская детская библиотека номер одиннадцать. Сегодня мы с вами послушаем сказку Бригитты Эндерс «Послушайте я здесь». В одном городе на большой рыночной площади стоял зоомагазин. В нем продавались самые разные животные. У витрины часто толпились люди. Среди них всегда было много детей. Все они с интересом смотрели через стекло. Животные тоже смотрели на людей. И зверушки, и птички, и рыбки, и черепашки. Мечтали, что их купят. В магазине им жилось очень плохо. А все-таки каждый хотел, чтобы его взяли в дом, чтобы добрый хозяин полюбил его и дал ему имя. Каждый день обитатели магазина, карликовые кролики, морские свинки, хомячки и волнистые попугайчики, большие, маленькие, пушистые, пернатые, мохнатые и даже чешуйчатые ждали и верили, что кто-нибудь за ним придет и что это случится именно сегодня. Маленькому хамелеону казалось, что он живет в магазине уже целую вечность. Ему тоже очень хотелось обрести хозяина и друга. Всякий раз, когда кто-нибудь проходил магазин, он отползал поближе к стеклу и красиво закручивал хвостик. Но никто не обращал на него внимания. Тельцы хамелеона всегда окрашиваются цвет ветки, на которой он сидит, или цвет листьев, которые его окружают. Поэтому люди попросту не замечали его среди зелени. Они покупали карлинковых кроликов и морских свинок и довольны у населением домов. А маленький хамелеон оставался густеть в магазине. Иногда он пытался крикнуть, «Эй, ну посмотрите, посмотрите, вот он я! Послушайте, вот я здесь!» Но никто не слышал и не видел его. И хамелеон чувствовал себя очень одиноким и несчастным. Так проходили дни, недели, месяцы. Одних животных покупали и уносили, на их месте появлялись новые животные. Кончилась дождливая осень, а маленького хамелеона так никто и не купил. Когда выпал первый снег, малыш закрыл глаза, обвил ветку длинным хвостом и заснул. Он проснулся, лишь когда наступила весна, и весеннее солнышко защекотало его носик. Хамелеон потянулся, расправил хвостики и решил, да хватит сидеть на месте и ждать удачи. Он больше ни минуты не остается в магазине, он должен сам найти себе хозяина и друга. Незамерный хамелеон без труда выбрался из своего стеклянного домика и прошунгнул на улицу через открытую дверь магазина. Но как же опасно было на улице! На тротуарах было полно, полно людей, и у каждого по две большие ноги. И эти ноги топают и устучат ботинками, кроссовками, туфельками и босоножками. Того и глядел не раздавит беглеца. — Послушайте! — кричал маленький хамелеон. — Осторожнее! Я же здесь! Не наступите на меня, пожалуйста! Но никто не видел и не слышал его. Только один сердитый пес, большой и толстый, как мешок муки, заметил хамелеона. Он примухался, оскалил зубы и зарычал. Хорошо, что пес был на плотке. Хамелеон вернулся от него и бросился бежать. Пробежав всю улицу, хамелеон вскочил на какой-то прилавок и остановился перед охмой. Его сердечко так сильно заколотилось, что от этого он дрожал. Даже кончик хвоста дрожал. Хамелеон огляделся. Куда же он попал? Над прилавком висела табличка блошинной рыбы, да? Плохи! Это же самое вкусное лакомство для хамелеона. А наш искатель приключений так проголодался, что у него даже сленки потекли. Но он рано обрадовался. На этом блошином рыбке не оказалось ни одной даже самой крошечной блошечки. На прилавке лежали только старые поношенные вещи, поломанные игрушки, заштопанные пюшевые медведи, разное треплет и прочих хлам. И тут у хамелеона появилась надежда. А вдруг здесь для него найдется хозяин? Но он опять, как в зоомагазине, красиво закрутил свой хвостик и закричал, «Эй, послушайте, я здесь! Возьмите меня с собой! Я совсем новенький, ни за штопанный!» Но, увы, никто не увидел и не услышал его. Голодный, грустный хамелеон раскрутил хвостик и снова отправился в путь. Возле детской площадки он решил немного передохнуть. Там было много детей. Они качались на качелях и им было очень весело. Вот кто-нибудь с ними заметил этого малыша. Хамелеон набрал побольше воздуха и, что из сил, закричал, «Эй, послушайте, я здесь!» Но ребята громко переговаривались и смеялись. И никто опять не услышал и не увидел его. И тут хамелеон заметил маленькую бледную девочку, которая ждала, когда освободятся качели. Она стояла тут уже давно, но никто не собирался уступать ей место. Другие дети не обращали на нее внимания, и она робко смотрела на их, на них страны. У хамелеона сложалось сердце. Бедная девочка так же одинока, как и он. Ее тоже не замечали, и никто не хотел с ней дружить. Хамелеон знал, как это горько. Девочка постояла еще немного, а потом грустно вздохнула и пошла прочь. И маленький хамелеон, сам не зная, почему, кинулся за ней. Они прошли через парк и вышли на улицу. Девочка, опустив голову, привела по тротуару, а хамелеон бежал за ней, стараясь не отстать. Он бежал прямо по дороге и громко пыхтел, но никто его не видел и не слышал. Между тем девочка пошла до булочной и вошла в магазин. Хамелеон тоже незаметно проскользнул внутрь. В булочной было очень, очень много людей. Девочка стояла на самом конце в очереди. Впереди нее все время протискивались люди, покупали хлеб, баранки, плюшки, пирожные. Все они ужасно торопились и не обращали внимания на девочку. «Эй, я здесь!» – пропищал хамелеон, но ее никто не звучал и не слышал. И тут хамелеон увидел, как по полу пробежал усатый и убитый таракан. «Еда! Наконец-то еда!» Хамелеон был так голоден, что бросился за добычей. Не разбирая дороги, наличал на пакет с мукой и опрокинул его. Мука обсыпала хамелеона, и он весь стал белого цвета. Вот тут-то продавец увидел маленького хулигана и от удивления не поверил своими глазами. «Что это за белый дракончик скачет здесь по полу? Ой, ужин! Сейчас разбегутся все покупатели!» Продавец схватил метлу и кинулся в погоню за хамелеоном. В магазине поднялся переполох. Женщины бежали, мужчины кричали «Держи его!» приняли слови неизвестного зверька. Теперь его все очень хорошо видели. Весь он был обсыпан муркой. Дрожался метельцем и даже хвостиком он забился в темный угол. Как вдруг почувствовал перекосновение теплой ладошки. Кто-то поднял его с пола и посадил в корзинку и понес дальше. От этой кутерью на улицу на свободу. Хамелеона немного укачала по дороге, но на душе у него было радостно, ведь корзинка принадлежала той самой маленькой девочке. Через некоторое время даже теплая ладошка извлекла малыша на свет. «Привет, приятель! Сейчас ты похож на кусочек теста!» – казала девочка и рассмеялась. Хамелеон тоже развеселился. Он весь затрясся от смеха и мука, а сыплась ему тельца. «Меня зовут Камелея!» – сказала девочка и посадила хамелеона себе на плечо. «А тебя я буду называть Леон, хорошо?» Камелеон красиво звучит, почти как хамелеон. И тогда случилось чудо. Щеки девочки зарумянили, словно красные яблочки, а маленький хамелеон засиял от счастья самыми разными цветами. С тех пор Камея и Леон не расстаются и все делают вместе. Девочка очень дорожит своим приятелям, а хамелеон счастлив, что теперь у него есть имя, и страшно гордиться маленькой хозяйкой. Когда Камея говорит ему «ты мой лучший друг», Леон чувствует, что он становится отважным, могучим, как лев. Он готов защищать девочку и никому не даст ее в обиду. Камея тоже стала смелой, ведь она теперь не одна. Когда друзья приходят на детскую площадку, девочка громко заявляет «Привет, мы здесь!» И никто не обижает ее. Камея с Леоном всегда уступают месту на качеле. Они качаются долго-долго вверх-вниз, вверх-вниз. Камея с Леоном Камея с Леоном